Златый путь Злата цистера Восхождение души Боги суть отцы наши, а мы их дети Бог может сделать то, что человек ограниченный сделать не может Поэтому есть понятие Это то, что находится выше всегда Большой он глаголище, глагол действия Он может делать то, что мы не можем сделать Здесь находится аз Это уже проявление Бога в человеческом теле Это уже проявление Бога в человеческом теле Поэтому для аза есть ограничение Для Бога нет ограничений, тела как такового нет При Бога он не суть медзине При то же нема тела В нашем понимании нет В нашем понимании нема тела Конечно же у него есть свое тело Но оно настолько многомерно, что мы его не можем представить Аз Аз это уже человек с большими возможностями С веданием этого мира С пониманием Которое ограничено Человек с большими можностями С большим пониманием Что это свет Но и так и обмедленный Ниже идет человек че Человек че Ниже идет человек че Ниже идет человек че Можно стрелять свой живот И смерть И смерть Да и отрок Если Смерть находится вот здесь Ак отрок санаха Смерть нахадзе сатам Человеке на ту ступенку Человече здесь Человече и там Аз Аз и ту А вот тут Бог А летам санахадзе Бог Когда Бог вот этого нашего уровня С Которым мы взаимодействуем Поднимется сюда То Аз Займет его место Кэть Бог Зидя бище Аз Обсадие у месту И он Тогда будет в другом теле Не в человеческом А он Будет находиться в другом теле Не в людском А вот здесь есть Еще один Бог А там все находиться Дальше Бог Который Который до этого Бог Который Который Притим был темто Богом Потому что вот это Вот мироздание Оно ограничивается только тогда Когда мы вот сюда приходим Потому что Этот свет Он медленный А до этого Можем подниматься И Если Он для нас Вот тут Бог Вот для них Он просто Человек Кэть при нас На этом уровне Бог Для тех, которые Субьище Он при них Ибо человек Но самое интересное Что вот отсюда Сущность отсюда Может вселиться В наше тело И стать Азом Но это не знаю Под статус тела То можно Привтелить до нашего тела Стать азом В тело Бога Нашего уровня До тела Бога Нашей уровня В тело высшего Бога До тела Вищего Бога Находиться вот здесь Находиться там Горы А может быть И поместиться в тело Для него Для него Нету ограничений Он Не мал Обмедзения При него не существует Обмедзения Потому он высший И здесь их Очень Большое Количество В нашем Мировоззрении В нашем Понимании Света Нет разделения Богов Нет их счета Их неиспочетное множество И поэтому говорили Не считай И не разделяй Богов Ибо преступления Делаешь Не почитай Богов При то же это злочин Ибо каждый из вас Это по сути Аватар Бога При то же каждый из нас В подстате Свой аватар Бога Высший я здесь Наивищас там А проявление здесь А его проявление там Либо здесь Либо там Либо здесь Либо тут Поэтому каждый из вас Это уже Бог Каждый из нас Уж Бог Который не понял Что это Бог Который не видел Том же Бог Но чтобы стать Богом Необходимо пройти Всю лестницу Взрослений Со столбом Мусы пройти Шуткие ступенки Чтобы дойти До высшего И вернуться В тот мир Который Изначально Наш Первичный А обратиться До того Богодного света Или который называется Старая реальность А Бог Торийся Назива Старая реальность Поэтому Богов Огромное количество Но есть Боги Разных уровней Есть Но есть Боги Разных уровней Есть Высшие Боги Есть Боги Управители Есть Боги Которые Их называют Служебные Боги Они Служебные Их называют Они Ближе всего К нам А есть Не Боги А Духи Дух горы Дух дерева Дух родника Правильно Понимаете Дух реки Это Духи Они Могут Быть Полностью Невидимыми Могут Проявлять Некий Образ Но Не путайте Бога и Духа Дух всегда Это Узконаправленное Действие Внутри Нашей системы Дух Это Узконаправленное В рамках Нашей системы Бог За системой Он ее создавал Бог Мимо системы Он ее вытворил Дух Это Программа Дух Это Программа Которая отвечает За сбережения Которая За захват Проявления Действия Конания Понимаете Это Дух Он создан Внутри Этой программы Внутри Этой реальности Внутри Внутри А Бог Который создавал Это все А Бог Это тот Который Витворил А поскольку Мы наследники Богов Мы их дети То в этом случае Мы себя Сами можем Ограничивать Или сами Можем Подниматься А Притом Мы сами Можем Обмерзывать Альбина Достаться На их уровень Есть Уточнить Треба Нечего Усприснить Все мозги Разбил На части Все изюдины Заплет Как пел Высоцкий И канатчиковый датчик Или там Второй укол Песничка Из Висоцкого Психиатрической Лечебницы Есть Вточнение Нет? Нечего Упрояснить Или Упрояснить Вы спросили Космоса Почему Космос И люди Уграничены В смысле Но Когда мы Коснодарим Он Неограничен Причем Причем Люди В космосе Вовес Мир Он Неогмедзенный В виртуальном пространстве Несчислимое Количество Миров В виртуальном Преистории Несчислимое Множество Светов Несчислимое Количество Вселенных Несчислимое Почет Вес Миров Со своими Галактиками Солнечными Звездными Системами Землями Лунами И Галактиками Солнечными Системами А так Делай Поэтому Наш Разум Не может Представить То Что Очень Большое Огромное Несчислимое 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 Страшные Оброски Неконечные И Космос Так Устроен Он Достраивается По мере Приближения К границе Он Добудовал В рамце Приближения К границам Стало Обновывается Это как Линия горизонта Так Линия горизонта Сколько До нее иди Не дойдет Стал Идешь Но Не достанешься Там То же самое С космосом Он Устроен Не прямолинейно А с искривлением Пространства И Ты все время Идешь И приходишь В ту же самую точку Но Только Расстояние Настолько Великие Что Их Нельзя Не телескопом Посмотреть Не представить Не телескопом А не представить Селену Это возможно Себе представить Только тогда Когда находишься В состоянии азов Докажете Представить Или Будете находиться В состоянии азов Большинство людей Находятся сейчас Вот в этом Мера Смерть Мера Меры установлены На уровне смерти А если Ты находишься В мире Ты не можешь Представить Что за пределами Это Не можете Представить Что за его Границами Есть такая Притча Когда Лягушка Которая Жила В колодце Познакомилась С лягушкой Которая Жила В море И они Сидят И разговаривают Расправаются Я у которой Есть море Чечечное море И лягушка Которая Из колодца Спрашивает А какое море Жаба Которая Жила В студне Большое Желкое Как колодец Нет Больше Ведче Как Может быть Ведче Больше Чем колодца Воды Нет Ведче В студне Нет Есть Ты меня Обманываешь А какое Глубокое О Ныряй Не ныряй Не достанешь Ты меня Обманываешь Раз Нырнула Лягушка И Приносит оттуда Песок Значит Я достаю Нет В море Песка Нельзя Достать В море Не досянешь Ты меня Обманываешь Нет такого моря Ты его придумала Смерть Мыслит Рамками Смерть Смерть Мысли Обмедзены В рамках Нечего Которые Ему кто-то Навязал Которые Некто Нанутил Мир Настолько Перевернут Настолько Может перевернуть Его Наш мозг Свят Мир Мир Настолько Широк Мы Сами Можем Между Свет я настолько широкий, насколько мы сами можем это представить. Поэтому, сколько ты в космосе не лети до границ, ты все равно вернешься в ту точку, откуда начинало свое движение. Поэтому можешь лететь сколько хочешь в космосе, в весь мир, а ли вратишься в день до того года, где сизачал свой погиб. Он так устроен, и поэтому ты не видишь окончания этого. Я так вытворенный, а конец не существует. А видит его только тот, кто создавал. А увидит Валентен, который его вытворил. Бог. Бог. Боги. Богу я. Но они же на этом уровне тоже находятся. А ли они те, что находятся на том-то уровне? Значит, есть те, которые еще дальше? Слово, экзистует и что вести дела? Мы возвращаемся к вопросу, а есть ли кто-то там еще вести? В процессе, кто-то там еще вести? Ну давайте мы Рамха ограничимся. Пока. А если вы учитываете, что существуют еще параллельные миры? А, кажется, вы думаете же, экзистуешьте параллельные светы? С другими измерениями. С иными размерами. В этом случае он совершенно безграничный космос. В этом весь мир без границ абсолютно. И познать его только, когда он находится в стаине аза. А, познать его, когда вы будете находиться в стае аза. А в стае аза можно быть, когда нет страха. А в стае аза можете быть, когда вы не будете мать страха. Что еще про Бога? Что еще про Бога? Пока все? Пока все. Хорошо. Золотой путь восхождения души. Золотой путь восхождения души. Это то, как мы должны развиваться. То, как мы должны развиваться. Колесо сансары. Колесо сансары. Крутиться, крутиться. Вылетел. Точится. Потом вылетел. Точка, в которой находишься и неизвестно куда попадешь. Поэтому находишься и не вешаешь в Камси. Устанешь. Это нирвана. Это не наш путь. Это не наша цистка. Потому что в конце этого все вопрос. А куда ты в 일�етел? В чем ты находишься? Но у нас не будет. А Камсис от устал. А если мы посмотрим сбоку, вот на это, то мы увидим, что наш путь, вроде бы одни и те же пересечения, но при этом... Вот наш путь, не по кругу, не в точке, а все вместе, и движение, и точка, в которой находишься, и возвышение, и в заступ. Хорошо, пляшем дальше. Если есть вопросы, вы думаете, записывайте вопросы себе, записывайте вопросы, запишите вопросы, потом запишите вопросы. Да, потому что потом мы будем разбирать. Итак, продолжаем тему страха. Боты, то есть искусственные программы. Боты умелые программы. Которые находятся сам внизу, и которые обязаны исполнять задачу Богов. Которые находятся на нижнем уровне, которые должны выполнять рассказы Богов. Поэтому Боги с ними не сражаются. Поэтому Боги против ним не боюют. Глупо сражаться с тем, что сам создан. Глупо боевать против тем, что сам вытворил. И бот, программа, не может нарушить задачу Богов. А бот, программа, не может порушить логу, которую установил Бог. Ибо как только нарушает, он как программа перестает быть. А у них программа... Это тоже предпорушие, и перестанет экзистовать, как программа. А у них программа самосохранения включается. И вот сейчас мы посмотрим, как же они устроены. А посмотрим, как они устроены. Берем скалпель, зажим. Берем скалпель. Задача, которая есть у чумазеньких и остроухеньких. Глупо, которые имеют участие. С хвостиком. Они являются помощниками в том случае, если человек идет по своему предназначению. Не согласны помощники, а человек следует за целью для своего учения. Вот идет до своей меры, до смерти. Идет до своего конечного года. Смерть. Ну, мера, мера, понятно, да? Мера смерти. Смерть. То есть уходит. Эмоции во мной нет. И он должен пройти какие-то вот пути. Мы на... Мы на... На управление судьбой. Это будем более подробно рассматривать. Потом подробней еще это разобрать. И вот если человек идет по своему предназначению... То... То чумазенький... Чертий. Остроухенький. С пятачком. Ему обязан помогать. То чертим ему все помогать. Он его несет на руках. Этот не мешай, не мешай. Вперед, вперед. Вперед. Он говорит, ну ладно. Я устал. Полежу. Черт. Лежишь. Давай поднимайся. Не, не можешь лежать. Вставай. Хоть. Черт начинает его теребить. Черт. Зачина... Ну, дергать его. Теребить. Вот. Человек говорит, не, не, я устал. Я все глажу. Черт говорит, не, я саму навинный. Мусим лежать. И вот тогда. Черт. Начинает применять свои инструменты. А потом. Черт. Зачина поуживает свое настроение. Какие у него инструменты? Какие у него настроения? Копыта острые. Копыта. Да? Рога. Паруги. Ну, вот он начинает его дергать. А тот не встает. Черт подняться, а человек не встал. И что дальше делает черт? А что ты раз, руби черт? И человек тогда видит, что от этого человека пользы нет. Божественный план он не исполняет. Черт видит же жадный пользы только тот, что человек не не исполняет божеский план. И он занимается тем, что становится утилизатором. Он утилизирует человека и все. Утилизует человека. То есть, если вы идете по своему предназначению, они обязаны вас двигать. А где идите по для ученику Смиро, по для своей цели, которым он уничтожен, он вам мусе помогать. Они ваши слуги, ваши слуги. Они ваши слуги. А если вы померли, ну, вас утилизируют? А если вы умрели, так вас утилизую. Все. То есть, это все. Он вам поможет встать. Он поможет встать, поднимать вас. Он поможет встать, двигаться, куда в армаде. Как в армии. Как в армии. Не хочешь? Не хочешь. Заставим. Хочешь? Научим. Не можешь научим. Понимаете? Хочешь научиться, научим. Не можешь, заставим. Не можешь, не можешь. Все просто. Так что эти ребята, это... Помощники. Это хлопцы супомоцницы. Универсальные бойцы Бога. Универсальные боевницы Бога. Так что на них нельзя ни в коей мере рассчитывать как на помощников, если вы хотите получить какую-то просто прибыль. Не можете с ними справлять, или какой-то помощь, изыскать. Ибо... С ними не надо договариваться. Потому что их программа и так настроена на помощь вам. Понимаю, такие программы и так вам должны помогать. Но главное быть человеком. Если вы в нелюди превращаетесь, они вас раздавят. Сопримените на не человека, они вас раздавят. Уходят с его пути, он начнет вас пинать. Если будете сложиться отбочить за свои цесты, он вас будет копать в описи собратили. Ляжете, он вас будет... Сдохните, но... Если умрете, так утилизуя. Так, дальше. С этим ясно? Поэтому вот это вот основное, ведическое наше представление, отличается от библейского. Наша ведическое представление соотличное библейское. Бог создал свой образ здесь. Бог вытворил свою подобию. Создал программу действия для того, чтобы получить знания. Вытворил программу в чину обезискали ведомости. А эти должны служить Богу. А эти должны служить Богу. А библейская концепция подразумевает, непонятно откуда взялся Бог и откуда взялся черт. Вопрос, что было в начале? А что было на начале? Если в начале был Бог, значит, получается, он черта создал? Ведь Бог был на начале, то знамена же вытворил черта. Как тот, который создал весь мир и черта, может все время воевать с чертом? Чувствуете, да, нестыковка? А ведическая культура, ведический взгляд рассказывает? Подробно, как все. Ведетский взгляд высветлен подробнее, а высоту стало, как это возникло. Теперь дальше. Как определить, идете ли вы точно по своей судьбе, либо вы отклоняетесь в сторону? Как взыстите, чейдите свою ученую церковь, а либо с той отбочивистой церкви? Существует такая череда предупреждений? К примеру, вам приходит какой-то образ. Например, достаньте какой-то образ. Во сне. Либо привиделось. А либо нечего просто самому привидело. И вам говорят, вот туда не ходи, делай вот так. А он говорит, не ходь там, вот так-то. Человек, который не способен эти образы улавливать, говорит, ай, что-то не то, привиделось. Человек, который захитит эти образы, и он не будет ему верить. Идет дальше. Да пойди, делай. По тому пути, который его убьет. А иди по той цели, которая вас не забьет. Вдруг появляется другой человек. Да убьется ничего, нечленный человек. Говорит, не ходи туда. Воруй его, не ходь там. Там плохо. Там я злый. Он говорит, а, отставь. Он мне верит. Я лучше знаю. Ай, делай. Идет дальше. Идет дальше. Идет дальше. Идет дальше. Идет дальше. А дальше начинаются уже проблемы другого уровня. Болезни. Потом уже начинают проблемы на иной уровне. Хоробии. Физическое воздействие. Физический надлог. Аварии. Аварии. Он и дальше начинает ползать. А он дальше уже ползает. Ну и дальше он оказывается на том месте. На его цитнице, на том месте. Где сплошной позитив, сплошные плюсы. Самые плюсы. Либо самые плюсы. Нам это надо. Потребуем это. Поэтому вот эти вот ребята, чумазенькие, они и следят за тем, чтобы человек не отклонялся от своего пути. Придут эти шпиновцы, такие шпиновые хлопцы, они следуют, опозоруют, чтобы человек ищел свою лучшую цистину. Не отпочил с ней. И если тебе дорожка вот такая вот. Ты должен по ней двигаться. Ты должен по ней двигаться. Приведу простой пример. Представьте себе хорошая автотрасса. И вы на красивой, хорошей машине Феррари. А эти, тыкнем на авто Феррари. И 300 километров летите так. 300 километров за годину. Красота. Тыкнем. Но вдруг. Алина, ничего, ничего. Вам захотелось проверить, а как моя Феррари может ездить не только по такой дороге, а еще и по обочине. Кстати, здесь я по выдающей цистике. Ди камешки. Десу камень. Песочек. Песок. И вы сворачиваете вот сюда. Скорость 300 километров будет здесь возможна? Рыхлость 300 километров, что мне не можно. Ну и что, тут скорость падает, камни летят, песок, пыль. Рыхлость поклесла летит, а камни, песок. Вы думаете, а может быть надо еще дальше свернуть? А мыслите, вот больше мечты делай. А там кювет, овраг. А там уж яма. Скорость еще меньше. Рыхлость меньше. А там потом болото. И там мочьяр. А за болотом лес. А там и лес. Как вы думаете, Феррари по лесу сможет? Сейчас выясните, сколько будет яздить Феррари в лесе? Здравствуй дерево, да? Нагидная разина строма. Дуб, ясень и прочее. Как там? Что у нас еще растет? Ну здесь. Бух, вот, бух. Здравствуй, бух. Крепкое дерево. Понимаете? И вот это как раз сходится с тем, что вот эти ребятки делают. Когда вы едете, вот тут они ваш мотор, они ваши колеса, они ваш бензин. Как сюда сворачиваете, они сразу говорят, стоп, 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 стоп. Они говорят, иди обратно. Ты же хоть наспять. Не, 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 еще хочу. Человек не сулась, я это и сделаю. Говорят, ты что с ума сошел? Значит колеса протыкаете. Ты сейчас блазнил, начинай вам припихивать колеса. Банк оттетел. Ну и когда в дерево уехали, все понятно. Ну а теперь на стром, что такое ясно. Образ ясен? Образ ясен. Вот так они работают. Так працуют. Поэтому они не плохие, они не хорошие, они просто исполняют свой... Они не сул, они злые, они добрые, они просто делают свою працю. Ясно. Это их программа. То их программа. Но, как вы будете использовать эту машину, зависит от вас. А как вы будете выживать эту работу, зависит на вас. То ли вы хотите лоб себе расшибить, то ли вы хотите к Богу прийти. Разбиться и челу, а либо достаться к Богу. Вот так что здесь. Решайте сами. Человек саму судьбу. Помните в Советском Союзе фильм-то «Ирония судьбы»? Был в Советском Союзе фильм «Ирония судьбы». Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Думайте сами, разудуйте сами, чьи мать, а либо не мать. Все от вас зависит. А они только исполняют... Человек-то зависит от человека, он не лет только на вы. Да. Но самое интересное... Это у нас взаимовыщие. Что вот эти вот ребята с пятачками? Какие-то хлопцы. Они никогда не проигрывают? Он никогда не проигрывает. Вот что бы вы ни делали, они все равно останутся. Можете робить черт с этим, они и так выиграют. Представьте себе, у них пирамида. Представьте себе, их пирамида. Которая существует по принципу курятника. Которая существует по принципу курина. В чем этот принцип отражается? Что это за принцип? В чем его подставка? Какай на нижнего, клюй ближнего, смотри в попу вышнего. Нужно какать на то, что ниже, клевать ближнего, зубать того, что не ближе, позараться на то, что ниже. Смотреть по полу. Которая вещей. Позараться назад к тому, где той вещей сидеть. Это принцип курятника. Это принцип курина. Вот у них этот принцип проявлен очень хорошо. Но у них проявлен принципы умы добрые. Их задача залезть выше, по головам своих соседей. Их в целом велись, что на виши, по головах своих соседей. Потому что они, как в фильме Кензадза, говорят так. Мы сверху на них плевать будем, а они будут под нами ползать. Вот так они уходят. И поэтому их задача хорошо выполнять свой долг, чтобы подняться выше. А теперь представьте, что вот вы Бог. Представьте себе Бог. И они вам служат. Они ваши адъютанты. Они вам служат. Они ваши помощницы. Чем выше вы поднимаетесь к Богу, тем они выше, вместе с вами, поднимаются по своему пути курятника. А потом, чем адъютанты достанете к Богу, они в своем курении тоже адъютанты достанут. Выгодно служить им? Так же, служба пред них и выгодна. Вы же сын Божий. Вы же, снова подать. Вести Божий сын, вытворенный Богами. Они не могут сопротивляться. Они не могут сопротивляться вам. А служить могут. Но могут служить. И чем лучше служить, тем выше вы подниметесь, значит они займут высшую точку. Чем лучше служить, тем вы достанете вишей, а они достанут вишей. Они цари и короли. Они же будут цари и кроловы. А теперь представьте, что вы отказываетесь служить, что вы тащитесь вниз. А ты раз представьтесь, вот методы служить, а падать и долой, крысать и долой. Чем лучше вас будет пинать, вилами, копытами, рогами, тем выше он сам будет подниматься. Потому что он хорошо исполняет свою работу. Ничего личного, просто обязанности. Ничего особенного. Но он хорошо исполняет, он поднимается. А вот если вы под него уже уходите. А если вы под него уже уходите. Как это? Ищите, да. Мефистофель, да? Договориться. Какого Мефистофеля хотел договорить? Давай, я тебе буду служить, а ты исполни мои желания. Лишь будем тебе служить, а ты исполни мое прияние. Он Бога получает в свое услужение. Так же Тен-Черк достал Бога за свою услугу. И вы становитесь батарейкой, которая подчиняется Ему. А потом у вас будет такая батарейка, которая ему служит. А теперь представьте, что будет здесь, если у него в слугах оказывается Бог. А что потом со Станикой Тен будет мать за слугу Бога? Он сразу сюда перемещается. Он сопромисс не гнет. Он Богом командует. Бог у него батарейка. Он будет рядить Бога. Можете себе представить? А вот теперь посмотрите на современную нашу цивилизацию. Посмотрите на нашу модерну сучасную цивилизацию. Похоже? Подобася? Совпало? Поэтому у них вот здесь. А эти вот здесь. Ясно? А они не выпускают. Они выпускают. Если вот это, то это застой. Это уничтожение. Это уничтожение. Но они никогда не проиграют. Никогда. А они и так никогда не проиграют. Это то же самое, как банк. Вы приходите в банк. Вы приходите в банк. Любой договор, который подпишите, будет выгоден банку. Вот, который договор подпишетесь в банку. Та договор будет и так выгодна при банке. Что бы вы не делали? Все равно банк остается в плюсе. А и так банк будет имать зиск. Если вы не будете выплачивать деньги, они заберут ваше имущество. Николай не будет сплачивать пенязи и заберут за копейки. А заберут за голодный пенязь. Понимаете? Если вы им свои деньги будете приносить, как батарейки вы будете Как батарейка, на них будете работать, а они будут опять в плюсе. Единственный способ взаимодействия с ними, это не брать у них кредит. Единый способ, как я думаю, собранить, не брать от них пушечку, они уверены. Все. То есть это как? Они должны вам служить. Они должны нам служить. Не они. А как только вы к ним обратились за помощью, все, вы попали. А если я дали их помощь, то уже такой нет. Уж тем, что батарейка. Понятно? Вопросы есть? Открыть. Дальше? Хорошо. Так, вот теперь еще одну сказочку расскажу. Еще одна расправка. Коротень. Кратко. Жил-был мужичок на берегу моря. Жил-был хлопик, который жил на поближе моря. И хотелось ему стать великим, большим. Открылся с тобой, был великим. Много денег имел. Много денег имел. Молвил пенегази. Дворец золотой. Палат золотой. Павлины. Павлины. И пошел наловить рыбу. А еще скидать рыбу. Закинул невод. Хитил. Готел съесть. Вытаскивает. Там бутылка. Вытягал флаж. Отворил. Оттуда джин. Оттуда джин. Говорит. Ты меня спас, я выполню твои желания. Он говорит. Письма захоронил, я исполню твои желания. Любые. Любые. Чего, циктор же, Анна. Хорошо. Джин говорит. Но одно условие. Алиэта подменка. Ты должен мне давать задания постоянно. Вот я закончил дело, ты мне должен новое дело давать. Алиэта подменка же. Ты можешь мне эти углы давать всталые. Докончим я одно, но можешь не дать дел. Зробил ты дело новое давать. Робил мне что новое. Говорит, ты без проблем. Жив в порядке. В голове-то дури много. Желаний-то много. Ну и все. Говорит. Но имей в виду. Как только у тебя желание закончится, я тебя убью. Алиэта подменка. Ты не скончил. Ты не будешь делать желание, мать, я тебя забью. Говорит. У меня, чтобы желание закончить. Трорее можно же, не скончим. Такое не можно. Ладно. Договорились. Доводли все. Ну давай первое желание. Первое желание. Хочу быть самым богатым человеком на земле, и чтобы у меня был золотой дворец. Уже полный богатый человек. Ты меня обнимал в золотой палаце. Не волнуйся, ложись спать. Добрый, ладно, если спать будет. Лег спать. Утром просыпается, золотой дворец. Забудился. Жилан стоит. Говорит. Принимай работу. У них сапачье. Прошелся, все хорошо, классный дворец. Все взроблено вообще. Так, говорит, дальше давай. Да. Дальше працан. Ну давай теперь, ну и начинает дальше задание давать. Дальше улыб удавал. И чем дальше, тем задание меньше, 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 меньше. И чем делать, улыб изменьшивали. И джин их быстрее, быстрее начинает выполнять. А джин их стало реклейше исполнял. Дошло до того, что этот только рот раскроет. Говорит, пожалуйста. А уж так, все скончено, что я утворю, что ты уже готовы. А вот, пожалуйста. А то машь, понятие. И все, желания нет. А уже не был взятных желаний. Все? Все, закончились? Уж не машь. Я сейчас убивать тебя буду. Сейчас тебя заберем. Э, подожди, последнее желание. Перенеси меня к самому мудрому человеку на земле. А теперь я понял, последнее желание же будет не смог к тому наимудрейшему человеку на земле. И перенес снова ко мне. Шучу. А то не принесло к нему, он уже жертвует. Шучу. К другому перенес. Принесло к нему. В общем, к самому мудрому человеку. К тому наимудрейшему. И ты говоришь, слушай, попадал его, не знаю, что делать. Ты целся, мог бы там порадил. Что ты раз, что ма рубить? Плачет, говорит. Плачет, спасай. Ну, захрани его. Он говорит, о, да, ты попал. Ситуация серьезная. Ну, уже дважды ситуация. Да. Видишь, собака бегает. Видишь, там без бега. Ну, вижу, да. Попроси Джина, чтобы он хвост ему отрезал и сюда принес. Ну, попрос Джина, чтобы ему отрезал хвост и донесал всем. Джин, на, без проблем, на тебе хвост. Донесал. Говорит, теперь скажи, чтобы Джин хвост выпрямил. А ты распорядь, чтобы ты выпрямил этот хвост, чтобы он был прямо и рубил. Я-то ничего не понимаю. На, держи, выпрямляй хвост. Думаешь? Тот, она, я, пшшш, там, пшшш. И так целый день сидел, сидел, мучился. Так целый день. Говорит, все, устал я. Давай ему купюру и выбрасывай меня в море. Ну, уже, вот мы, то, и флаж, а вот мы до моря наспить. Вот таким образом он избавился от Джина. А такс избавил того Джина. Принцип здесь тот же самый. Эти ребята никогда не спят. На принципе ровно. И ты, ты, хлопья, нигде не спил. Эти от красноуха и от троглаза, и там, они никогда не спят. Они все время находятся в действии. И ты працую. И вы не можете их остановить. Они можете их заставить. Вы не можете изменить их представление об этом мире, их программу. Не можете изменить их программу, представление о том, кто в свете. Вы можете только их использовать, учитывая, кто они есть. Можете ли их выживать, как видите, кто в свете, а на чём в свете. Принцип у них какой? Они, помимо самосохранения программы, имеют программу «Все мое». Их принцип, уже их программы так наставлены, что окрем ПУДОЗЭ, СЕБАЗАХУВЫЙ, что они мое. И еще такие принципы «Все такое мое». Вот все, что не мое, должно стать моим. Они все собирают. Уже, как ничего не их, так нужно составить их. Нужно это властить. Помните, да? Вот тут вся материя. Там все-таки целая материя. Тут мысль. А там и нищая. Поэтому они все пытаются себе. Поэтому они все-таки с нами сытом стягивают. Какая-то есть такая поговорка. Трохи для себя, все для дома. Как присловия. Трохи для себя, троши для дома. Это все везде, везде и постоянно. Трохи, трохи для себя, все это собирают. Вот так они живут. И поэтому они никогда своего не упустят. Поэтому жди, взыскуй свое. Поэтому существует много фильмов, когда человек пытается договориться с дьяволом. Чем заканчиваются фильмы все эти? Ты представил фильмы, что человек с оснащей доводной с дьяволом, а как закончат эти трошетки в фильме. Вспомните, сколько фильмов снят на эту тему. Я хочу, чтобы я был такой. Да, такой, но обязательно чего-нибудь там не будет не такое. Человек, это же, а вы все мое то, то ли быть таки. А люди там, где некое подменка же не будет. Подожди, я же говорил, что вот это. Ну ты же это не сказал. Хорошо, еще давай, давай. Опять сделал то, что он просил, но чего-то опять будет не то. Вжды робит нечего, человек попросил, а им жди робит трошку инок, жди нечего не хибать. Так постоянно, постоянно. А так это стало. Почему происходит? Причем? Потому что человек опустился с уровня Бога на уровень черта. Это же человек к лесу с уровня Бога на уровень черта. Он забыл, что он сам Бог. Забыл, но тоже я сам и Бог. Если он сам Бог, у него все это есть. Как же он и сам Бог, так он тут в шитку жма. И это должен служить. Вот и вся проблема. А человек ему нужно служить, то и целое. Вот и вся проблема. То и целая проблема. Здесь ясно? Дальше. Там обязательно у них существует так. Ты мне, я тебе. У них оно так зарядено, что ты мне, а я тебе. Я тебе это сделал, ты мне за это и это. Но больше, чем я тебе дал. Опять принцип банка. Если ты нечего робил, так мыслишь, что нечего приняли. Ясно, как принцип банки, то есть ты. Дал тебе 100, ты мне 110. Дал ему 100, он тебе дал 110. Все. Дальше. Там нету понятия совести и любви. Ну, не мою пойму, сведомие, а ласка. Там только деловые отношения. Ты мне, я тебе. Там, блин, братцы, он и встай. Ты мне, я тебе. Но самое главное, что они никогда договоры не нарушают. А ты наиподстатнейший жил, я никогда не порушу, я знал. Вот это самое главное. Ты наиподстатнейший. Они всегда с вас спросят то, что в договоре прописано. Я не буду трогать на том, что я буду это и то сглой. И вот это вы запомните, когда мы будем со страхами работать. А, запомните, если только будем разбирать эти страхи. Если что-то вы пообещали низкому уровню... Этнечисти слюбили только низшие уровни. Вы обязаны это будете исполнить. Будете мусить это исполнить. Обязательно это запомните. Запоминайте это. Дальше. Принцип еще один. Они всегда выполнят, что вы хотите, но только за ваш счет. Есть следующий принцип. Они все-таки исполняют то, что вы хотите, алина на вашу учат. Что хочешь, но за то счет. Что хочешь, алина на твою учат. Современность напоминает. Деньги есть, ты человек. Нет денег, ты... Напоминает существенность. Мать пенязы тысяч человек. Кать, не мать пенязы синич. Тебе улыбаются. Усмелы. Гроши е, не пошел вон. Кать, не мать пенязы, хоть прочь. Вот это все везде про явно сейчас цивилизации. Так. Есть такое понятие. Вот опять же, в славянских языках, в русском это собрано. Ложь. В славянских языках вы таки поим. Ложь. Крив, да? Неправда. Неправда. Разные слова. Крив, да, неправда. Обман. Кламство. Это разные слова в русском языке. Русские. Ложь, это ложь, поверхностно. Ложь, это ложь, поверх, положить. Это айсберг. Вот столько видно. Глядывается. А остальное под водой. А остальное под водой не видно. Это ложь. Это ложь. Крив, да, это кривой. Крив, да, покривее нечего. Искривление. Есть прямо... У вас прямо это... Прямо. Ровно. Ровно, ровно. Ну, но прямо. Да. В общем, прямо это вот... А криво это когда вот так вот. Вокруг да около. Кривый же... Понятно, да? Это кривый. Кривой. Глаз кривой. Условно. Вот. Обман. Манит. Кламство. Обман. Манит, манит, манит. Притягивая. И подходишь он раз и сломает. Лака. Бабах и стенку, да? Вот. Как это? Тора, 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 тора. Хоп. Бых мим пробежал. Вот это обман. Кламство. И неправда. Неправда. Правда это прави. Прави. Правда. Это высшее. Божественное. Прави. 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 Вот когда мы говорим правда, это идущее с высшее. Когда мы говорим не правда, то знамя же нечего идти с гора. С божественного уровня. С божеского уровня. И когда мы говорим по праве. И говорим по праве. Это по совести, по божественному. По для права, по для сведомия, по для божеского нарядения. А вот когда неправда, это небожественное. А когда неправда, то знамя это небожеское. Понимаете? Сколько слов, каждый имеет свое значение. Белое слово, каждому свой визнан. А у нас сейчас в одно слово, там, на украинском. В существенно это дали до одного слова, все-таки мы равнакимизмом. И все это означает разные понятия. Вот славянские языки, тем и хороши, что у нас никогда не было синонимов. Славянские языки были так и добрые, правые, же не были синонимы. Одно слово это образ живого. И одно слово то есть живый образ. А не так, что и это, и это, и это, значит и то, и то, и то. Это не может такого быть. Это в латинских языках такое может быть. В латинских языках можно, в латинских нет. Они такие упрощенные, а у нас широкая душа, не влезает. Поэтому каждое слово имеет свой образ, свою понятию. Потому язык образный, а сейчас сделали безобразный. А сейчас сделали безобразный. Понимаете? Что, ты хотела спросить? Истина. Истина. Истина имеет в зависимости от написания несколько значений. Слово истина в ручке, это правда по-словенски, в ней корковизна, подлиннаписок. Из тени вышедшая. Нечего вышло с тени. Проявленное. Что-то проявило, вышло с тени. Либо из стока, из тонны, начальное. Вот там буква О заменилась на И, получилась истина, должно быть истонная, древняя, начальная. Одна буквица. А сейчас говорят, это тина на воде, как будто, знаете, тина на воде. Как это называется, рязка? Рязка. Да, сейчас из тины. Это не то, конечно. Поэтому здесь игра слов идет, игра вот этих вот надуманных всяких. Так, ну и что еще? Давайте дальше будем, про страхи будем разбираться. Итак, как у человека формируются страхи? Откуда страхи вообще у человека берутся? Когда я был маленький совсем, мне мой учитель сказал следующее. Алексей, ты чему будешь учить своих детей? Что ты им дашь, кроме своей глупости? Алексей, ты чему будешь учить своих детей? Что им, власне, дашь, кроме своей глупости? Мне было лет 12. Я жмал 12 роков. Ну, не знаю, говорю. Поведал же в Неве. Подумай. Я бы поразмышлял. И потом то же самое я услышал, когда у меня было уже около 30. Потом, то есть, ты себе получил уже, когда я жмал 30 роков. Другой хороший человек тоже самое, что ты своим детям дашь, кроме глупости? Я же ему человек поведал же, что детям дару я, кроме своей глупости? А поскольку дети уже у меня были... Как это уже мал дети? То я задумался, на самом деле, а что детям-то даю? Замислился, а у вас ничего, о зая, что им даю? Я понял, что я кроме глупости ничего не даю. Ну, похуй, я же о зая, кроме глупости ничего не даю. У нас как будто бы в цивилизации болезнь, мы передаем болезнь глупости своим детям. Не мудрость, не знание, не ведомство, а глупость? А лупость. Так надо же мудрость передавать. А чтобы мудрость передать, нужно потрудиться. Тяжко праться. Мозги на место ставить. Треба дать насправленное место мозги. Понимаете? Вот такая наша беда. И цивилизация современная нам говорит, что проще быть, как все. А цивилизация нам говорит, что дает лучше быть так, как в Шекции. Проще все делать по программе. Дает лучше робить человеку, чтобы с улыбкой с программами. Детский сад. Матерская школа, школа. Училище. Стрельная школа. Институт. Високая школа. Университет. Университет. И работа. А прац? И как белка в колесе. И как у гамеричка в колесе точится. Деньги заработали, заработали, заработали. Поехали. Спустили. Зарубились пенязи. Потом их выводили. И опять на работу. А засурубить. И опять год целый. Работаем, работаем, работаем. Устали работать. И опять пошли отдыхать. Потом так отдохнули, что на работе отдыхаем. Потом так все отдыхали, что мы должны отдыхать в работе. Кто мы после этого? Дожды потом. Мы что, биороботы какие-то, которые что-то программят? А жить-то когда? Мы с моими биороботами, которые исполняли нечий программ. А когда мы начнем жить? Жить когда? Мы вообще живем? Живем уже. А почему мы исполняем эти программы? А при чем полним эти программы? Да потому что нами управляет страх. При том же нас реально страх. А точнее сказать, те, кто эти страхи нам засовывают в голову. Преснейшие те, которые нам дали до головы эти страхи. Ибо если у тебя нет работы, у тебя не будет еды, одежды, дома. Если ты не получишь хорошего образования, ты не получишь хорошую работу. У тебя не будет еды, одежды. Если ты станешь добр в сделании, не будешь мать доброго братства, а за собой не будешь мать еды, дом, ауто. А для того, чтобы было хорошее образование, надо чтобы папа с мамой тебя туда поставили, засунули. Иначе у тебя не будет хорошей работы, у тебя не будет еды, одежды. А если этого всего не будет, то ты помрешь. И что родители начинают делать, родители? Иди, хорошо учись. Выбери хорошего себе жениха. С домом, с домом, с авто. А ты более добрый родитель. Богатый, да? Богатый. Так ведь? И что люди начинают делать? А что зачем это делают люди? И люди начинают исполнять программу, которая их превращает в биороботов. А зачем они исполняют программу, которая их властная применена на биологических роботах? Ибо если ты это не выполнишь в жизни, у тебя ничего не будет, это ты умрешь. Если ты не исполнишь ситуации, то ничего не будешь, потому что ты умрешь. Правда? Не обманываю? Правда? Не обманываю. Так ведь? Страх. Это страх. Страх быть белой вороной. Это страх быть белым вороной. Среди черных. Медзичерными. Черного отца. Не таким, как все, да? Быть отличным, как все остальные. Так что вот так вот. Родители навязывают свою глупость, потому что им сказали, что надо так жить. Родители нам наносят свою глупость, потому что им было поведено, что нужно жить так. А кто родителям навязал эту глупость? А кто родителям наносят эту мышление? Средства массовой информации. Медиа. Религия. Набоженство. Партии, политики. Страны, аполитики. Руководители. Родители. Потом включаются, помимо родителей, еще ближние родственники, бабушки. Потом прибузные. Потом общество, которое представлено детским садом, школу, чилищи. Репрезентованно матерскую школу, школу, вещами, школами. И все это вот так вот крутится, крутится. Все это очень так-то. А мы все это поддерживаем. А мы это стали подпорами, подпорами. Да может хватит уже, а? А можно же закончить с тем. Ладно. Идем дальше. Пришло время не бояться быть человеком. Я уже на часа без места пристали быть человеком. Как там говорил наш классик один. Человек. Я это классик поведал. Человек, это звучит гордо. Человек с ней гордо. Ну вот теперь давайте уже будем более подробно к этому подходить. А ты раз подробнейше о том. Практики проведем небольшие. Мы живем в мире, где существуют определенные стихии. Живем во свете, где существуют и учатые живы. Воздух. Воздух. Вода. Вода. Земля. Земля. Огонь. Огонь. Это четыре основные стихии. Существуют еще некоторые стихии. Такие как металл. Ко. И то, что нам недоступно потрогать эфир. Ничего мы не можем, чего мы не можем доткнуть, а либо забрать до рук. Эфир. В дух. Да, но мы можем овладевать теми стихиями, которые у нас есть четыре основные. Воздух, вода, земля, огонь. Как делается практика входа в состояние аза? Это азами вас не сделает. Но хотя бы в состоянии. А до того, что у вас удастся достать. Садитесь так, чтобы вам было удобно. Садитесь. Огонь. Спинка. Не должна быть такой ненад. Не надо прокидываться назад. Не надо прогибаться. Садитесь ровно, скажем так. Не надо прогибаться так. Ровно должно быть. Здесь, здесь, здесь. Как будто себя за макушкой тачите вверх. Руки положите так, чтобы вам было удобно. Руки дайте так, чтобы вам повлияло. Главное в этой практике. На это статей ше. Брать только то, что относится к вам. Брать то, что в состяло ибо на вас. Чужое не беру. Цюдзы не берем. Своё не отдаю. Своё не дамы. Понятно? Это установка, которая вам нужно держать голове. Тут это подстатное число сети выдумите. И её упускать нельзя. Первое, что нужно сделать, это соединить через позвоночник от уровня сердца, через позвоночник, себя со своим высшим Я. Мысленно, дышите спокойно. Представляете, что из сердца, вернее, на уровне сердца, из позвоночника у вас выходит луч. Представьте себе, что первое, что нужно делать, споить со своим высшим Я, что схраптиться, вихать за некий луч. На уровне сердца, через позвоночник. На уровне сердца, через позвоночник. На уровне сердца, через храптиться, вихать за луч. И туда. В эти горы. Направить. Обратите внимание, какого он цвета. Широкий, узкий. Чей широкий, чей узкий. И почувствуйте, что он во что-то уперся. Это не потолок, это не крыша. Вы можете подсытить, что до ничего саупрел. Не эту строп, не эту стриха. Почувствуйте, что он с чем-то соединился. С нечем соспоил. Если эту практику вы нарабатываете, то становится ощущение, что вы как будто бы зацепились и держитесь на нём. Как сам то, пракс видали, так подсытить же, стесал нечего. Захитили же, держит стесал нечего. И теперь вы посылаете второй луч, где-нибудь тоже от сердца или от пупка вниз, через позвоночник копчика. А ты раз выпустите этот дальший луч, те, что с уровня сердца до лы. Вниз в землю. До земли. Соединились с землей. Споялись с землей. Заземлились, то что называется. И теперь вы эти два луча внутри себя соединяйте на уровне сердца. А ты раз, ты два луча внутри себя спойте на уровне сердца. Не теряйте ощущение связи с верхом, с низом. Соедините внутри себя. Дышите спокойно и чувствуйте свою ось, которая у вас получилась ровная. Дыхайте спокойно, а можете подсытить ту ось, в которой вы творили. Теперь начинаем собирать наши стихии. Зачем мы давать до громады нашей живли. Первая стихия – это воздух. Первый живутый – это воздух. Надо глубоко вдохнуть, представить, что во все стороны. Слубоко вдохнуть, представить, что ваше поле раздвигается. Вы даете себе установку. Чужое не беру, свое не отдаю. Представили тот воздух, который ваш. И на выдохе в себя его взяли. И почувствуйте, какой у вас воздух. Легкий, тяжелый, теплый, холодный, подвижный, стоячий, прозрачный, с пылью, пресветный, с прахом. Понаблюдайте. Позвольте тут, как будто я. Держим ось. Держим это ось. Понаблюдали следующие стихии – вода. Ты раздавшись и живем вода. Держим ось и на вдохе во все стороны раздвигаем свое пространство. Держим ось. Каких вдыхами засрушили свой престор. Чужое не беру, свое не отдаю. Чуды не берем, свое не дам. И представили та вода, которая ваша. А представьте себе ту воду, которая ваша. И собрали. А что же тут собрали? Держим ось и смотрим. Держим ось. Какая у вас вода? Холодная, теплая, подвижная, неподвижная. Снажим созвести тягу. Прозрачная, мутная. Пресветную, мутную, студенную, теплую. Пресная, соленая. Числана. Какого оттенка? Акуфарбума. Ось держим. Держим ось. Посмотрите, как вода и воздух между собой взаимодействуют. Посмотрите, какое у вас состояние в голове. Появилась ли легкость? Какое состояние в вашем теле? Какое состояние в вашем теле? И наблюдаете за осью, и наблюдаете за воздухом и водой. Позирайте ось, а позирайте вздух, а воду. Дышим спокойно. Спокойно, не дыхайте. Теперь собираем то, что является вашей землей. Также широко на вдохе представляем свою землю. Чужое не беру, свое не отдаю. Чужое не берем, свое не дам. И собрали на выдохе всю землю свою. Так ведь веды, хотели забрать целую свою землю. Понаблюдали, какая это земля? Позирайте, какая это земля. Легкая, сыпучая, вязкая, черная, красная, глина. Каменистая. Посмотрите, как взаимодействует земля, вода и воздух. Они расслоились, либо как-то вместе взаимодействуют? Наблюдаем за своей осью. Следуем своей осью. Дышим спокойно. Дыхаем спокойно. Чувствуем, что в нашем теле происходит. Снажим совицей, что садим в нашем теле. И добавим огня. А придам и там еще огонь. Широко вдыхаем во все стороны. Так и что широко вдыхнем. Своё пространство раскрыли. Отвали свой престол. Приставили свой огонь. Приставили себе свой огонь. Чужое не беру, своё не отдаю. Судзы не берем, своё не дам. И на выдохе в себя огонь. А как и что? На выдохе взобрали свой огонь. Наблюдаем, какой у нас огонь. Позируем, как и маме огонь. Яркий, спокойный, сильный, слабый. Чей белкий, чей покойнейший, чей слабый, чей сильный. Какой цвет. Акуфарбума. Горячий, обжигающий, либо тёплый. Чей теплый. Ось держим. Держим ось. Наблюдаем, какие состояния в теле появляются с огнем. Позоруем, как и ставится объявление в теле с огнем. Смотрим, как взаимодействует с другими стихиями воздухом, водой. Позорами Севкового усана в зиму, в плівню, вздух, вода, огонь, зем. Ось держим. Держим ось. Не напрягаемся. Дышим, спокойно. И теперь дали команду, чтобы стихии в вашем теле заняли свои места. Куда пошел воздух, вода, зима. Какие ощущения в теле появились? Спокойно дышим. Спокойно дышим. Глубоко вдохнули. Терса. Сглубоко сонадыхнуть. И на выдохе открываем глазки. Отвалими очи на видохе. Подвидохними, отвалими очи. Как? Какие ощущения? Каким атипоциты. Азами стали? Сталися с азами. По тягушке пошли, да? Это вы можете делать каждый раз, когда хотите начать какое-то дело. Это можете делать за каждым, кстати, начать новую работу. Хотите в чем-то разобраться. Хотите нечего верить, спознать. Пришли на какое-то место в лесу. Притяните на какое-то место в лесу. В горах. В горах. В воды. В природе. И вы также в отстание входите, расслабляетесь. И вот чувствуете, что происходит у вас в голове, в вашем теле. Снаржите, сопоците, что саде в вашей голове, в вашем теле. И какая часть тела начинает реагировать на то, где вы находитесь? Тело начинает реагировать на то, где согласны находиться. Например, пришли в горы, камень перед вами. Например, пришли до горы, камень перед вами. Вошли в состояние АЗа. А в состояние АЗа надо входить так, смотрите. Все. Вошли доставу АЗа, треба вот так то рубить. Но сначала тренироваться надо. Но самое главное, при этом треба тренировать. То есть пришли в состояние АЗа, вошли в лесу, все стихии свои собрали. Пришли до леса, взрослые, все-таки свои живли. До камня дотронулись. Дотклися каменя. И чувствуете, что дает вам камень. Как отзывается? К дереву подошли. К строму приблили леса. Собрались, свои леса собрали до дерева. Промажали свои живли. Дотклися строму. До воды, до травы, до воздуха. Дотклися воды, травы. Вот это состояние, которое поможет вам взаимодействовать с природой. То есть, да, у которого можно сполупрацовать или коммуниковать с природой. Быть человеком. Быть человеком. Чувствовать природу. Поцитивать природу. Чувствовать себя, чувствовать другого человека. Поцитить себя иного человека. Ничего сложного нет? Нет, это так тяжко сложное. Это есть у каждого из вас? То есть у каждого. Разумели? Похопили? Вера. Перерыв? Не слышу. Обед? Ну, только разойдешься и опять жрать. Ну, обед к обету.